Всем привет! Вот продолжаю расслаблять свои классные дрезинки. Смотрите, товарищи, прилепил ему злую мордочку, решеточку, смоленую, счистил два поворотника, которые не нужны. Дальше заднюю, типа, светотехнику тоже, ребята, я ее счистил. Но я сделаю, что хочу сделать? Я хочу что-то это обыграть. Естественно, на такой большой, ну, на такой автобус, большой площадь, надо что-то такое сделать необычное. Соответственно, попробую сделать элемент, как будто вот фары расхламились. Ну, посмотрим, что из этого у меня получится. Так, значит, крышка счистил плафоны ненужные, у меня будет одна лампочка тут. Из-за всего и так понятно, что имитацию плафонов совершенно она не нужна, и, ну, это смешно, когда будет настоящая светодиодная лампочка. У меня есть вот такая вот прекрасная металлическая, я не знаю, как это правильно назвать, ну, это не фольга, это же, типа, жести, что ли, но она очень такая тоже податливая, классная. Ребят, и что я из ней сделал? Смотрите, я здесь в центре была дырка, ну, как дырка, здесь такой выступ, как бы, я решил его закрыть. Здесь были дырки, я их обыграл, вот такие просто накладки, видите, сделал. Сейчас мы это все будем закрашивать черной краской. Дальше. Я хочу сделать, естественно, естественно, если дрезина будет расслабляться, немножко хочу сделать, опять же, накладочки сюда, что-то такое, ну, посмотрим, что это из этого у меня получится, потому что эта работа, она действительно очень творческая, очень творческая. Ну, вот, конечно, мне хотелось бы что-то сделать такое, чтобы получилось это, ну, более-менее как по-настоящему. Вот. Дальше мы покрасим с вами, я полностью зачистил. Ребят, вот все вот эти детали, они были, вот это все счищалось, то есть, снималось и зачищалось, то есть, смотрите, что я делаю, я хочу вам просто показать, смотрите, берете, берете вот так ножик, да, и просто вот кромки, вот эти вот острые, жесткие, начинайте просто вот так вот, а потом просто так, либо шкурочкой, то есть, потому что все, это нужно зачищать абсолютно все. Можно и не защищать, я знаю, что многие и оставляют, но, так как есть смещение, так как есть швы паразитные вот эти, которые меня вообще не устраивают, это все убиралось. Дальше, здесь, видите, в центре были столбики, на которых сидушки были, вот, я это все тоже счистил, сейчас мы это все дело закрасим в черный цвет, потом я буду тонировать, грязь какую-то сделаю, ну, в общем, короче говоря, это колхоз, колхоз, значит, это будет обыгрываться. Изнутри, вот на этих вот, смотрите, вот эти штучки, это я типа тоже из жести, вот из этой вот, сделал, это знаете, что, там просто дырки от сидений, вот эти вот, я решил таким образом, можно было опять же не делать, но я решил сделать. Все-таки хочется делать по-человечески, ну, так, более-менее, хотя бы более-менее. Вы спросите, какой я краской буду красить, да, сейчас покажу. Так, это у меня ГМДшка, ребят, вот, я приклеил, у нас с вами эти, пары колесные, ну, ну, естественно, вот, сцепки, и сцепки. Это мы сейчас тоже покрасим, вот, здесь у нас место уже для двигателя вырезано, но я буду еще смотреть, потому что, ребят, надо двигатель его, как бы, вот, именно посадить так, чтобы он сидел, ну, чтобы все было как надо, чина-чинарем, он сидел правильный, в капоте он был виден правильно, и правильный угол вырезания, для того, чтобы кардан и вам выходил. Ну, короче, вы поняли, все это, все это творчество. Вот сам движок, буду красить сейчас движок, в черный цвет, он будет в черный цвет, и потом я на этот черный цвет уже буду накладывать алюминий и тонировать, ну, поняли, как это надо делать. Вот, и вот эта часть, вот это все, мы с вами покрасим, все вот это вот, в черный цвет. А какой краской буду пользоваться, вы спросите, ребят, смотрите, я какой буду краской пользоваться, вонючкой. Сегодня я буду пользоваться вонючкой, это растворилка, это Томиевская, это Мистер Хобби, вот, и, ну, это тоже все смешивается с этим, вот, так что, здесь в данном случае не акрил, не водный, не спиртовой, здесь будет вот такой вот, вот такая эмаль, это эмаль же называется, я так понимаю, что это эмаль, или как это правильно? Вот, ну, вот чувствуете, да, она пахнет, вот чувствуете, слушайте, но зато, наверное, адгезия будет хорошая, вообще, сама по себе, вот эта краска очень хорошая. В любом случае, когда пластик, или когда крашеная деталь, это уже совсем по-другому смотрится, поэтому здесь, конечно, лучше все это красить и закрашивать. хотя многие думают, хотя многие думают, зачем тратить краску, зачем вот это все дело, ну, знаете, качество все равно, это зависит очень сильно, все равно зависит очень сильно, надо, чтобы было все-таки, как говорится, по-человечески. Так, тележки у меня покрашены в черный цвет, тележки, товарищи, у меня покрашены, и пигменты будут лучше, и смывка держаться будет лучше, конечно, на крашенных деталях, нежели на таких обычных. Движочек я поставил вот на такую лепнину, сделал такую импровизированную, и сейчас мы с вами ее покрасим. Я-то я тут грунт не использую, я думаю, что это и не нужно, двигатель трогать никто не будет, а потом все-таки эта краска, надеюсь, что она будет нормально прилипать, не отвалится. А потом буду по месту уже подгонять, потому что мне на самом деле хочется, чтобы вал прям все это вошло как надо, чина-чинарем. Мы с вами сейчас будем что делать? Красить ГМДшку, я вот так вот сделал, видите, ребят, покрасил в черный цвет изнутри, потому что буду это красить в зеленый. Вот сейчас я хочу в ржавчину для чиппинга одеть эту кабину и, конечно же, кузов. Вот кузов. И, конечно, мы с вами развели краску, смотрите, вот эта краска вот есть более такой цвет, ну, как бы такой буро-красный, да, вот ржавчина, а здесь я добавил желтого сюда. Ребят, и цвет, видите, не знаю, сколько это видно, цвет, я буду красить вот этим цветом, более похож на настоящую ржавчину. Вот этот цвет буду использовать, хотя это тоже классный. Ну, посмотрим, что получится. Сейчас мы с вами его захерачим. Вот аэрограф и вата вообще бомбическая тема. Так, мы с вами сейчас его вот так, так много не надо. Я не буду грунтовать модель, вот специально не буду грунтовать модель, не хочу. А хочу, хочу взять и просто взять в наглую просто, и задуть. Так, ну, давайте попробуем, что у нас получится. Так, сейчас вот так вот, чтобы видно было. Ну, вот так вот. да, вот это, видите, ржавчина, уже цвет мне вот как-то больше нравится. Ну, я надеюсь, что она, краска, не соскочит с этого, какого, с кабины. Она достаточно разведена у меня, жидко. Вот, поэтому я специально так, чтобы был тонкий слой, но как-то так лучше будет. Положим два слоя, ну, в любом случае, это чиппинг, ребята, этого слоя будет сдираться. Вот, так что. Так, сейчас я еще немножечко, красочка, красочка быстро уходит. Надо будет ее потом еще развести. А вообще, по-хорошему, по-хорошему, ребят, я, знаете, что сделал, я, по-хорошему, наверное, бы хотел бы купить специальный цвет ржавчины, прям вот настоящий цвет. Как это был бы самый оптимальный вариант. Но я намешал, видите, я тут ржавчину намешал. Вообще, краска акриловая, ребят, она очень хорошо с рук оттирается. Не знаю, а на ванну пойду сейчас вечером и как раз все это дело распламлю. Поэтому я не боюсь там пальцы залить или еще что-то. Реально не боюсь. Главное, главное этим чиппингом, то есть этой ржавчиной, все досконально прокрасить. потому что нам не нужны белые какие-то части, не крашеные. Сейчас мы с вами будем делать чиппинг. Дрезинку мы полностью ржавую обмажем. Вот эти части тоже. Вот. Смотрите, ребят, что я сделал. Смотрите, как я поставил. в общем, короче говоря, они протонированы были. Я, наверное, может быть, еще что-нибудь сделаю. такую, какую-нибудь затерочку. Вот. Дальше столик. Столик буду красить. Смотрите, ребят, какой я столик сделал. А для чего это сделано? Для того, чтобы тут телевизор поставить. Вот. Вот такой столик импровизированный. Вот. А телевизор, вот смотрите, ребят, что я выгроз. Я вам показывал, да? Я выгроз, короче говоря, типа кинескоп. Вот. Как буду дальше делать, пока не знаю. Я вам просто так покажу пока. Либо синий сюда диод, либо, естественно, синий экран нужно будет вот так вот сделать. Ну и, мне кажется, будет очень классно смотреться вот так вот. Там вот так поставил. Может быть, даже видео вот сделаю так, и рядом видеомагнитофон. как вариант, тоже неплохая идея. типа, это видак же, люди смотрят. То есть, у меня получается, смотрите, получается, вот тут будет стоять. Итак, это, естественно, мы повесим разные плакаты по бокам. Вот так вот, на бок поставить, или вот на этот бок, не важно, как поставить телевизор. вот, ну, сюда здесь что-то посмотрим. Как говорится, аппетит во время еды приходит. Вот, и давайте я вам покажу нижнюю часть. Вот, смывкой коричневой я ее уже немножко там заделал, но еще надо будет там пигментиком чем-нибудь еще сделать. Вот, ну вот, потихонечку, потихонечку, видите, ребят, с дрезинами расслабляюсь, причем две одновременно, поэтому, как говорится, одна хорошо, а две еще лучше. Давайте с вами приступать к чиппингу. Так, берем вот так вот, и прям нещадно, прям нещадно берем, вот так вот делаем, ребят. Хотя, вот, мне кажется, снизу, может быть, особо-то и не надо, ну ладно, я уже оставлю, а вообще, по идее, снизу, вот этот низ, он черный, ребят, этот низ, он должен быть черным. Так, на улице ветерочек, на улице хорошо, на улице хорошо. Так, сейчас я отсюда возьму чуть-чуть, потом покрасим, обработаем, то есть, так, тут самый кайф в чиппинге, это у нас с вами боковые дела все расхламить, да? Заднюю и внутреннюю часть, заднюю и внутреннюю часть, вот так, вот так, вот так, каплю, зингену каплю капнем, все заебок будет. А я ее буду отдельно, ребят, если вы думаете, что я не, я не делаю модель, вот так вот, когда вот полностью собираешь, а потом начинаешь красить, все я по отдельности делаю, так мне кажется, будет гораздо аккуратней, круче, и прокраситься, и, ну, не знаю, мне вот такой подход больше нравится, нежели так сразу, чтобы взять, собрать и покрасить. Потому что так, это, может быть, это быстрее, да, это быстрее, может быть, менее муторно-геморно, но вот качество, не знаю, вот будет все теперь, ребята, вот видите, все, мы с вами это дело нанесли, будет сохнуть, высыхать, вот, но качество, конечно, не очень хорошее будет, если ты будешь все потом вот мулевать, ковырять, там, что-то выкрашивать, вот, вот так брать, там, что-то там, вот так вот. Это все нужно по отдельности покрасить, а потом уже поставить. Так, в чиппинге у меня получается всего 4 детали, вот, 4 детали, вот эти вот. Вот, все, больше чиппинг здесь не нужен, на этой модели. Что касается на, сейчас покажу, что касается кавзика, что касается кавзика, то, здесь будет чиппинг тоже, тоже может быть не такой сильный, как здесь. Я не знаю, на что меня там хватит и на сколько это все дело у меня, как говорится, разойдется. Но, я думаю, что вот на этот сильный чиппинг, наверное, не надо. В большей степени, наверное, нижние какие-то части, вот эти прогнившие, проржавевшие, да, ну, как вот юбка автобуса. Ну, посмотрим. В любом случае, посмотрим, что будет, потому что это все экспериментальным путем делается. Все экспериментальным путем я не знаю на данный момент, что вообще получится. Я приблизительно так понимаю, но всегда то, что ты думаешь и то, что получается, абсолютно вещи разные. Так, все, ждем, ждем, когда высохнет и будем с вами красить. Так, а телевизор? Ребят, телевизор, будем тоже с ним распламляться. С телевизором будем с вами распламляться. Вот, я вам покажу, сейчас я не знаю, сколько это близко можно сделать, чтобы там резкость была. Видите, светодиод стоит. Вот так вот. Я, наверное, хромом покрою изнутри. Вот, мне нужно сделать линзу сверху. Ну, потому что дырка-то не может быть у телевизора, правда? Вот. Так он сделан. Вот он, видите, вот так сделан. Слушайте, это все творчество, товарищи дорогие, это все творчество. По поводу вот этого. Смотрите, вот здесь вот еще один ряд, четыре ряда. Я, скорее всего, не буду ставить четвертый ряд. У меня была мысля поставить, у меня есть, я их сделала, у меня есть. Я не стал их ставить, потому что, наверное, все-таки вот сюда столик, это будет слишком крупно, наверное, близко. Сюда можно какую-нибудь бочку, может, чем-то поставить, какой-нибудь еще, о каком-нибудь хрень. Посмотрим. Уголок Ленина можно сделать, да, безусловно. Вот смотрите, что я сделал. Значит, взял зубную щетку, причем эта зубная щетка действующая моя, это не БУ, ну, как бы, наверное, она же будет БУ. Ребят, короче, смотрите, что я сделал. В общем, короче, вот так вот я чиппинг, но мне, честно говоря, мне как-то в душе не очень это нравится. Я думаю, что я переделаю, я сейчас смою краску и, наверное, краску сделаю другой оттенок, возьму зеленого. Вот. Не знаю, это такой лиственной револская краска и она, видите, немножко вспучилась. Почему? Потому что она водная. Я переборщил, наверное, с этим с водой. Но, в принципе, мне где-то нравится, но я думаю, что я сейчас попробую все-таки еще сделать. Она, видите, с такими штабелями слезала. Я сейчас пойду отмою, короче, очищу, заново загрунтую, хотя я не грунтовал. Вот. Ну и сделаю еще попробую другой оттенок взять. Этот зеленый цвет какой-то вот он, не знаю, вот какой-то он, он для, для, он классный для какой-то унылой такой хрени. Но эту резину, честно говоря, не хотелось бы мне в таком делать виде совсем вот таком, каком-то унылом. Вот. Поэтому пойду сейчас смою краску она смоется просто замечательно, тем более она даже не спиртовой акрил, а водный, а водный акрил, сами понимаете, его можно, не знаю, соплями смыть, слюнями и соплями смыть. В общем, короче говоря, цвет ржавчины мне нравится, я набодяжил, классный цвет такой получился, вот прям вот ржавчины, цвет очень классный. А вот этот цвет что-то как-то, да, на контрасте неплохо смотрится, но что-то как-то, как-то, как-то не очень мне это нравится, поэтому, ребят, наверное, я буду смывать. Вот, кстати говоря, телевизор, расслабляю телевизор, видите, как это, вот, диод тут будет стоять, здесь будут ещё и разные какие-то штучки интересные, я думаю, что антенну сделаю, в общем, ребят, надо, надо, мне кажется, что-то мне ещё сделать заново, вот, так что сейчас смою краску и буду заново красить. Цвет зелёный, но немножко другого оттенка, это слишком какой-то, он прям вот чистый зелёный, надо немножко здесь какой-то вот что-то, что-то сделать более такого, ну, не защитного, но что-то потемнее. В общем, смотрите, что у меня получилось, я решил покрасить вот в этот цвет, XF71, такой вот цвет, какой-то выгоревший, салатовый, что ли, это как вот первый слой, ребят, сделал чиппинг, вот, покрасил сначала вот такой оттенок, и это будет у нас на этот, я сделал чиппинг, ещё один, будет второй слой, вот я сейчас выбираю, какой мне второй слой взять, потому что, честно говоря, я перед таким выбором опять стою, ребят, не знаю, что выбрать, потому что цветов много, красок тоже, видите, навалом сколько, вот, а что выбрать, я не знаю, потому что, вот, вот этот оливковый, он темноват слишком, вот этот цвет, вот, яркий я не, вот, как предыдущий, да, он слишком лиственный, он слишком яркий цвет, он тоже, мне тоже это не очень всё нравится, мне хочется, чтобы, так, сейчас, вот он, мне тоже хочется, чтобы он был немножко приглушённый, то есть, понимаете, то ли бодяжить что-то, то ли выбирать ещё что-то, хрен его знает, так, это я эти штуки покрасил, так, рельсину потом, здесь у меня от двух автобусов сразу, вот, ребят, я вам покажу сразу, смотрите, вот, это я уже кавзик расхламляю, там столик, кстати говоря, вот там столик, телевизор, телевизор, ребят, вот он телевизор выпилил, короче, всё в кучу, видите, как, вот, приклеил решётку, всё зачистил, как надо, чина-чинарём, вот, уже на железнодорожной тележке поставил, соответственно, вот, можно же и на рельсинки его вот так вот расхламлять, поняли, в общем, короче, ребят, интересная работа, такая двойная у меня, вот, но сейчас я вот с этим расхламляюсь, так, вот я покрасил, вот, оливковым цветом, смотрите, вот, это получается темновато, да, вот, я сделал вот эти штуки для того, чтобы, когда буду ставить двигатель, для того, чтобы дырки тут не были, то есть, у меня будет вот так вот, грубо говоря, это, вот так вот она будет, вот, ну и движочек, естественно, будет здесь, вот, я тоже пока не знаю, так, как я буду расхламлять, так вот, я даже вот эти части тоже сделал в чипинге, видите, крышечки, вот эти вот боковушечки, вот, кстати, начал читать, начал читать, введение, прочитал, вот, буду расхламлять, это оказывается, 2007, или 2008 года, по-моему, вот эта экспедиция, я думал, это последняя, а эта, на самом деле, скорее всего, она где-то печаталась ещё, ну ладно, это не, не, почитаю ещё, вот, ребят, короче говоря, так, я буду выбирать, и, я думаю, что уже, по большому счёту, вот с этой дрезиной понятно, я думаю, что я уже её вам покажу, когда она уже будет готова, потому что, ну, она у меня, можно сказать, на мази, так, вот, это у нас вот так, вот, она вот так, можно и так, ребята, оставить, видите, вот в таком, в таком виде, можно и так, на самом деле, оставить, вот, но мне кажется, всё-таки, это, нет, надо, хочется попробовать, сделать ещё один слой, вот, это получается у нас как бы базовый, и сверху ещё будет основной, вот какой основной, сейчас я выбираю, вот такой вот у нас с вами, видите, такое вот расхламление, блин, не знаешь, не знаешь, не знаешь, смотрите, ребят, не знаешь, что делать, вот реально, блин, здесь ещё вот такой цвет, но нет, это мне не годится, и ещё такой момент, ребят, что, это, вот, для чиппинга, вот, мне очень понравился, именно, акрил, акрил, томиевский, потому что, в водной краске, они начинают вздуваться, ну, во всяком случае, у меня вот такая вот хрень, с этой, получилось, вот, ну, не знаю, мне как-то вот, я как-то привык, привыкший именно, к акрилу, спиртовому этому, как-то вот, он мне для чиппинга, мне кажется, как-то, мне, мне он, более понятен, и комфортен, вот, ребят, всё, короче, буду дальше делать, вот, этот видосик, получился такой у нас с вами, разноплановый немножко, но, в любом случае, это всё равно, дрезины все, ребят, в работе, вот, пока не выбрал, в какой цвет я буду красить, вот этот вот, вот этого красавчика, вот, вот там, видите, у нас, столик будет расслабляться, столик будем красить, столик будет деревянный, вот, пока не знаю, в какой цвет я его буду красить, ну, я имею в виду, саму, саму дрезину, ну, наверное, какой-нибудь белокрасный, белосиний, не знаю, посмотрим, вот, а вот, с этим, да, здесь нужно подобрать, ребят, мне здесь нужно подобрать, конечно же, безусловно, оттенок, не кричащий, правильный оттенок зеленого, да, потому что у меня зеленой дрезины нет, вот, видите, ребята, всегда сталкиваюсь с какими-то интересными, не трудностями, а задачами, вот, ну, надеюсь, что я это все дело расслаблю, и, конечно же, когда будет готово, вам это покажу, всем здоровья, любви, смотрите, кому интересно, за моими стройками, смотрите на здоровье, я рад это показывать, и вам что-то интересное вещать, всем пока.